Музыка Третье поколение Митсубиси Паджиро, в отличие от первых двух поколений, ориентировано не только на людей, которые любят ездить по бездорожью, но и на тех, кто активно передвигается по городу. И, надо сказать, в количестве продаж это поколение совершенно не потеряло. Оно прекрасно продавалось. Машины, пригнанные из-за границы, в большинстве своем носят название не Паджиро, а Монтеро, так как с испанского языка слово Паджиро переводится неблагозвучно. У нас две российские машины 2006 и 2004 годов выпуска. Обе они с двигателями 3,5 литра и автоматическими коробками. И у обеих машин пробег далеко за 150. Серийное производство первого поколения Паджиро началось в 1982 году. Большого выбора моторов у этого автомобиля никогда не было, но в линейке силовых агрегатов всегда присутствовали и бензин, и дизель. В 1991 году дебютировало второе поколение Митсубиси Паджиро. Его выпускали уже не только в трех- и пятидверном кузове, но и в версии Metal Top с мягкой складываемой крышей. В 1997 году модель подверглась небольшой модернизации, ну а в 1999 показали третье поколение Паджиро, которое выпускалось вплоть до 2006 года. Главное отличие этого Паджиро заключается в том, что японцы решили отказаться от рамной конструкции и применения зависимой подвески. Несмотря на большое количество разнообразной электрики, сбоев у Паджиро почти не случается. Иногда капризничает вот этот небольшой дисплей на консоли, и то это происходит очень редко. К тому же новый дисплей стоит не таких уж больших денег, порядка 12 тысяч рублей. Также иногда могут отойти какие-то разъемы, но на сервисах Mitsubishi такую проблему устраняют очень дешево и быстро. Так что электрику слабым местом Паджиро назвать нельзя. У американских машин есть одно большое преимущество, особенно для нашего региона. Это моторы. Моторы 3,5 литра, 200 или иногда пишут 190 лошадиных сил. А преимущество их в том, что они простые и надежные, со стандартной системой впрыска. С 2008 года Montero получил новый мотор большего объема, 3,8 литра. Правда, лошадей выросло не на большое количество, их стало всего 218. Сейчас, кстати, автомобили с таким мотором пользуются очень хорошим спросом, несмотря на то, что стоят они подороже. Японские и европейские автомобили также комплектуются мотором 3,5 литра V6. Но только этот мотор совершенно иной. У него система впрыска GDI. Соответственно, лошадиных сил у нашей машины 202. В Японии бывают машины с мощностью 220 и 245 лошадиных сил. Моторы GDI – это гордость японских инженеров. Действительно, мотор очень высокоэффективный. Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания. И по утверждению японских разработчиков, у этого мотора одни плюсы. Однако же в России с нашим качеством топлива выявились некоторые минусы. Действительно, все проблемы у этих моторов по вине нашего топлива. Но другого топлива нам не дано. Поэтому стоит говорить о том, что в районе 150 тысяч километров пробега у вас начнутся дорогостоящие неприятности. Например, могут сломаться фирменные форсунки, которых здесь 6 штук. Цена новых удивляет – около 12 тысяч рублей. То есть весь комплект будет стоить в районе 68 тысяч. Причем знайте, что если начала давать сбои одна форсунка, то, скорее всего, на подходе и все остальные. Помимо форсунок может подвести и бензонасос высокого давления. У Pajero, кстати, их два. Один находится в баке, погружной. Он стоит 11 тысяч рублей, а второй находится снаружи. А вот если выходит из строя тот насос, что находится снаружи, то это уже 30 тысяч рублей. Кроме того, у автомобиля с двигателями GDI обслуживание стоит проходить только в фирменных сервисах. Там, где мастера действительно видели такие машины с такими силовыми агрегатами. Чтобы продлить жизнь мотора, лучше каждые 20-30 тысяч километров прочищать форсунки. Ведь если вы доведете до момента, когда они уже будут испорчены, восстановить их не получится. Кроме того, если у вас автомобиль ввезенный из-за границы, у него все-таки мотор GDI, мастера рекомендуют установить дополнительный фильтр, который делает наше топливо хоть немного почище. Двигатели объемом 3,5 литра без системы GDI спокойно переваривают наше топливо. И к их надежности претензий намного меньше. Определенных затрат этот мотор, конечно, требует, но они довольно стандартные. Например, каждые 90-100 тысяч рекомендуется менять ремень ГРМ с его роликами и роликами приводного ремня. Но это обойдется относительно недорого, порядка 10 тысяч рублей. Каждые 40-60 тысяч стоит менять свечи зажигания. Они платиновые, достаточно дорогие, 4 тысячи рублей за комплект. Большой расход, если у вас машина не с мотором GDI, а с обычным мотором, предстоит вам только где-то на 90 тысячах. Это будет большое ТО. Его стоимость 45 тысяч рублей. При этом нужно сказать, что еще один плюс, что эти моторы прекрасно известны механикам. И в основном проблемы с их обслуживанием нет никакой. Есть еще мотор 3 литра. Этот мотор от предыдущей версии Pajero. Его мощность 170 и 180 лошадиных сил. Ну, так как этот мотор от предыдущей версии, он давным-давно изучен, все его больные места исследованы, и к нему претензий у механиков нет никаких. В России очень популярны дизели. У Pajero дизель есть 3,2 литра, мощностью 160 лошадиных сил. Если же машина из Японии, то мощность будет 175 лошадей. Однако же дизели 99-х, 2000-х годов проявили себя очень сырыми. Иногда капремонт двигателю требовался уже на 50 тысячах километрах пробега. А капремонт это 150 тысяч рублей. Позже дизели были доработаны. И сейчас нужно только вовремя проводить регламентные работы. То есть раз в 10 тысяч километров пробега. И где-то к 200 тысячам у вас будет расход на замену форсунок, которые стоят где-то по 5 тысяч рублей каждая. КОНЕЦ На Pajero устанавливали как механические, так и автоматические коробки передач. Montero всегда имеет только автоматические коробки. Какую трансмиссию выбрать, каждый решает сам. Так как обе коробки надежны и служат очень долго. Особенно если вовремя менять масло. Хотя нужно помнить, что некоторые водители новеньких автомобилей успевают убить трансмиссию всего за пару лет. А, например, один только комплект сцепления для механики стоит более 10 тысяч рублей. Да и работа по его замене не дешева. Система полного привода, пожалуй, самая важная часть любого внедорожника. На Mitsubishi Pajero третьего поколения она называется Super Select 2. Система в целом очень надежная. Правда, иногда выходят из строя датчики раздатки. И тогда трансмиссия просто перестает работать. Но эта неприятность лечится просто. Лучше поменять все пять датчиков сразу, так как обойдется это, в общем-то, не очень дорого, порядка 10 тысяч рублей. Механическая часть трансмиссии надежна. Разве что иногда приходится менять крестовину карданного вала. Обойдется это в 2 тысячи рублей. И стоит не забывать, что при каждом ТО крестовину нужно шприцевать. Как я уже говорила, третий Pajero имеет полностью независимые подвески, которые обеспечивают приличную плавность хода даже на плохой дороге. Да и управляемость автомобиля заметно улучшилась по сравнению с предшественниками. Но новая концепция не лучшим образом отразилась на надежности ходовой при частой эксплуатации на бездорожье. Причем именно на бездорожье, так как при езде по асфальту все элементы подвески, рулевого и тормозов служат относительно долго. Если не перебирать с бездорожьем, даже вкулки и стойки стабилизаторов живут как минимум 100 тысяч километров пробега. Покупая машину с пробегом от 100 до 150 тысяч, будьте готовы, что ближе к 150 скорее всего придется перебрать всю переднюю подвеску. С высокой долей вероятности к этому пробегу придется поменять рычаги и верхний, и нижний. Причем нижний большой стоит порядка 12 тысяч рублей, верхний порядка 8. Амортизаторы обойдутся порядка 6 тысяч рублей за штуку, а вот рулевые тяги в смеси с наконечниками где-то порядка 10-500. Ну и работа где-то 1012, наверное. Задняя подвеска, в отличие от передней, оказалась более надежной. Она практически без вмешательств проживет от 150 до 200 тысяч километров. Субтитры подогнал «Симон»! Краш-тест «Митсубиси Мантеро-3» проводился Американским институтом по безопасности дорожного движения в 2001 году. Каркас безопасности автомобиля оказался прочным. Кинематика манекена и работа систем безопасности тоже в пределах нормы. Перемещение манекена было под достаточным контролем. Но при отдаче голова манекена ударилась от центральной стойки кузова. Во время лобового краш-теста руль сильно сместился вверх. Осмотр шеи и груди показал, что в столкновении при схожих обстоятельствах есть опасность получения травм. Нагрузки на ноги показали возможность травмирования колена и нижней части ноги. Общий результат для каркаса безопасности – хорошо. Защита головы и шеи достаточно. Ноги и ступни – слабо. Паджиро угоняют. Правда, интересует угонщиков не наше поколение, а текущее, то есть последнее. Так что за эту машину, по крайней мере, в этом плане стоит не волноваться. Цены на машины первых годов выпуска стартуют где-то от полумиллиона рублей. Но обратите внимание, реальные пробеги этих автомобилей должны быть 200-300 тысяч километров и, скорее всего, не меньше. А вот если вы хотите машину более живую с меньшим пробегом, это где-то от 650 тысяч рублей в пятые-шестые года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова